Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубии Эрбалатов. 24 сентября председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизришик Саидов провел рабочее совещание по текущим вопросам деятельности парламента. В нем приняли участие депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, и руководители структурных подразделений парламента. Был обсужден ход подготовки к очередной сессии Народного собрания. Хизришик Саидов проинформировал депутатов о прошедшем у главы Дагестана еженедельном совещании. Речь там шла о том, что практически все дагестанские больницы уже подключены к сети интернет. А в этом году всемирная паутина появится в 147 сельских фельдшерско-акушерских пунктах республики. В Дагестане сейчас активно развивается телемедицина. Это инструмент реализации лечебно-диагностических задач с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий. На совещании у главы республики также обсуждался ход реализации регионального проекта 150 школ. На текущий момент отремонтировано уже 173 школы. По пяти школам есть отставания. Это три школы в Чародинском районе, по одной в Гумбетовском районе и Бештинском участке. Но и там ремонт будет завершен до конца текущего года. Хизришик Саидов попросил депутатов продолжить всемирное содействие реализации этого важного проекта. На совещании у главы республики сегодня поднимались вопросы, связанные со школами в районах и городах. То, что занимались ремонтами и так далее. На этот год было рассчитано отремонтировать 150 школ. Но появились меценаты, желающие помочь своему селу, своему району. Их стало 217. Я, как понял, из докладов. Докладовал там первый замминистра образования. То на этой цели выделено было 400 миллионов рублей. Потом еще там деньги меценатов. 20-200 миллионов рублей. Одним словом, на сегодняшний день 5 школ зависли и строительство под большим вопросом. Председатель подкомитета по промышленности и энергетике Нурмагомед Алиев рассказал о своем участии в парламентских слушаниях, состоявшихся в Государственной Думе. Речь шла о приоритетных направлениях развития законодательства об управлении государственным и муниципальным имуществом. В обсуждении вопросов приняли участие заместитель председателя Народного собрания Елена Ельникова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Мурат Пайзулаев, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Салих Гаджиев. 23 сентября председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов вручал студенческие билеты магистрантам юридического института Дагестанского государственного университета. В мероприятии приняли участие заместитель председателя парламента Елена Ельникова, депутаты Муртузали Грабаданов, Аллаудин Мирзабалаев, Башир Булатов. Открыл собрание директор юридического института Шехтемир Магомедов. От имени ученого совета он поздравил студентам с началом учебного года. Он отметил, что старейший вуз республики Дагестанский государственный университет, которому исполнилось 90 лет, по праву считается лучшим среди учебных заведений страны. А юридический институт имеет давние и крепкие связи со всеми органами государственной власти республики, в том числе и с Народным собранием, где магистранты проходят производственную практику. Он поблагодарил спикера парламента за внимание к магистрантам. Председатель Народного собрания Хизир Шехсаида в своем выступлении подчеркнул, что власть и общество нуждаются в хорошо подготовленных профессиональных юридических кадрах. Он поблагодарил преподавателей вуза, в том числе ректора университета Муртузали Рабаданова и директора института Шехтемира Магомедова за сотрудничество в подготовке законопроектов. Спикер парламента поздравил магистрантов и пожелал им успехов. Студентов также поздравили ректор ДГУ Муртузали Рабаданов, министр юстиции Республики Казимагомед Сефикурбанов, исполняющий обязанности прокурора города Махачкалы Сергей Решетников, председатель Махачкалинского городского собрания депутатов Абдулмуслим Муртузалиев. В завершении мероприятия председатель Народного собрания Хизир Шехсаидов вручил магистрантам студенческие билеты. 25 сентября вице-спикер парламента Махмуд Махмудов встретился с ветеранами боевых действий в Афганистане, которые объявили голодовку в одном из парков города Махачкалы. Его сопровождали депутаты Мурат Пайзулаев, Мусам Ащелиев, Салих Гаджиев и председатель Дагестанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Магомед Курбанов. В акции принимают участие порядка 40 человек, которые разбили палатки, парки воинов-интернационалистов. Требование забастовщика заключается в решении вопроса предоставления им от государства льготного жилья. Многократное обращение в разные инстанции пока не дали результатов. Махмуд Махмудов убедил забастовщиков прекратить голодовку, которая вредит здоровью уже немолодых ветеранов боевых действий в Афганистане. А также предложил детально изложить сложившуюся ситуацию в письменном обращении, которое будет рассмотрено в установленном порядке. 27 сентября председатель Комитета Народного Собрания по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев и его заместитель Магомед Хан Арацилов проверили ход строительства нового корпуса Республиканского онкологического центра. Их сопровождали исполняющий обязанности главного врача больницы Владимир Брежнев и представитель подрядной организации Абдулла Исаков. Депутаты осмотрели здание нового медицинского учреждения, а в беседе с рабочими интересовались ходом строительства. Как отметил Владимир Брежнев, объект строится по федеральной программе и является важным для лечения пациентов с тяжелой формой онкологии. По его словам, новое здание планировали к сдаче в текущем году, однако работы затягиваются. Со своей стороны парламентарии сделали замечание представителям подрядной организации за медлительность в работе, в результате чего есть вероятность не успеть завершить строительство намеченные сроки. «Десять дней назад мы приезжали сюда, но с тех пор мало что изменилось», – подчеркнул Висампаша Ханалиев. Депутаты порекомендовали представителю подрядной организации привлечь дополнительную рабочую силу для того, чтобы ускорить ход работы. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok